МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы. Но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? На прошлой неделе ресторан «Реальная кухня» возглавил Сандро. Руководить кухней он доверил своему другу Максиму, а сам со всей строгостью контролировал зал. В ресторане «Реальная кухня» в этот день случился настоящий аншлаг. Посетителей было так много, что столов на всех не хватило. Главными гостями были ведущие программы «Званный ужин». По этому поводу после закрытия ресторана участники и гости провели состязание по нарезке лука. По результатам голосования «Реальную кухню» должен был покинуть Сандро, но Арам решил дать ему еще один шанс. Лучшей стала Татьяна, получив за это должность управляющей. Как будут развиваться события дальше, смотрите прямо сейчас. За хорошую работу на прошлой неделе Арам решил премировать всех участников «Реальной кухни» по ходам в один из лучших ресторанов Москвы. «Здрасте!» «Доброе утро!» «Здрасте!» «Сегодня мы здесь, в одном из самых интересных, я считаю, российских ресторанов. И перед вами шеф-идеолог этого места, Вильям Ламберти. Расскажи, что это, куда вы попали?» «В конце-то крутится ваше американская печка, которую вы видите там с самого конца. Каждая печка работает по-разному. По разной температуре, по разному режиму». «Ну все печки на дровах». «Все печки на дровах». «Ну я хотел бы, чтобы двух ты пустил на кухню. Мы что-то приготовили вместе. И потом вместе перекусили». «Давайте. Кто будет?» «Хотел бы дать возможность Валерии, который приехал к нам из Севастополя. И хотел бы пошли все-таки Кирилла. А все мы посмотрим. Я думаю, что в целом, если вы себя хорошо проявите, может, возьмет кого-то вас на работу». «Ничего нет?» «Ничего нет. Что, пойдемте?» Уильям Ламберти открыл Кириллу и Валерии секрет приготовления одного из своих любимых блюд. «Кто из вас вообще есть опыт по поводу ризотто?» «Отлично, хорошо». «В принципе, то же самое история, только на гречку». «Давайте, начинайте оставить первые сковородки. Две. Мы с Валерой делали гречотто. То есть это то же самое, что ризотто, только из гречки». «Ну что, гречотто готово?» «Да». «Забираем и пойдем обедать». Во время обеда Арам решил напомнить участникам о новой концепции ресторана «Реальная кухня». «Получив нового управляющего, всю следующую неделю посвятить русской кухне». «Вот пример русской кухни. Для меня русская кухня – это базовая франция. Чем лучше вы будете делать вечера, тем больше всяких развлечений я буду для вас проживать». «Хорошо». «Это на всем обедом». Во время обеда к столику ребят неожиданно подошла девушка, которая оказалась бывшей возлюбленной Кирилла. «Ох ты, какие люди». «Интересно, вот так страшно». «Привет, как-то». «Вы тут что делаете?» «Кушаем». «Привет, привет. Как вас дела?» «Да ничего, а ты как сам?» «Ну, видишь, он, наш телепроект – это ребята, ребята – это Наташа». «Я не ожидал Наташу, и сам нахожусь в непонятном состоянии». «Хрен с ним, то, что она там приехала и все остальное – это его личное дело. Мне непонятно было, что вот он ее как-то представил для нас, кому это было интересно. Ну, не знаю, я вот это больше меня смутило». «Ладно, все, я не буду. Давай, удачи тебе. Далее, удачи. Молодец. Давай, брат. Наташа – это огромная часть моей жизни. Это, не писать словами, какая-то часть моей жизни». «А кто это?» «Это моя душа и любовь». «А с ней кто был?» «Это мой младший брат». «Для большинства женщин тяжело слушать о том, что были какие-то девушки там, или какие-то отношения, или какие-нибудь там были хорошие, или что-то там». «Я, конечно, прекрасно понимаю, что ей было неприятно». «Ну, хватит о грустном. Слушайте, мне кажется, надо уже пойти переодеться, потому что, да, давайте закругляться. Время уже час дня, нам еще готовить ужин». «Кирилл как-то грустно об этом заявил. В зиму. Ну, еще поморы остались». Перед уходом из ресторана Кирилла ждал новый сюрприз от бывшей девушки. А Женю – новый удар от соперниц. «Это все мне?» «Я еще тебе. Спасибо. «Давай, солодец, давай». «Сегодня сумасшедший день какой-то вообще». «Я, на самом деле, я не смотрела. Я старалась вообще не обращать внимание». «Женю жалко. Женя засосалась уже туда, откуда ее не доставить. Все, бесполезняк». «Ну что, ребят, после хорошего обеда растрясемся под «Радиоэнерджи». По дороге домой все участники делали вид, что ничего не произошло. Однако настроение было явно испорчено. «Женя, у меня определенные отношения с Наташей, у меня отношения совершенно другие, поэтому говорить тут не о чем. Все это как-то нечестно, не красиво, не искренне». Романтическая история Кирилла и Жени развивалась у всех на виду. В первые дни проекта Женя сильно переживала, что ей перестал звонить ее гражданский муж. «Чего это случилось?» «Из дома вообще ни духа, ни слуха. Никто вообще, короче, не звонит. Такое ощущение, что я, короче, свалила нахрен, а там все пляс, короче, хрустились даже вообще. Никто даже позвонил, не знал, как дела, чего. «А, тебе звонила?» «Звонила, да». «И?» «Ну ничего, все, трубку не берут». «Такое ощущение, будто я уехала из дома, и все начали праздновать. Все эти четыре дня все празднуют и просто в коме бухают, даже, знаете, как будто пляшут и танцуют, что у меня там нет, наверное». Сначала Женя пыталась шутить по поводу молчания мужа, но все оказалось гораздо серьезнее. «Я здесь уже четыре дня. И я просто, я не понимаю, короче... Я не понимаю, я неужели его так сильно достала, что за четыре дня он мне даже вообще ни разу не позвонил. И когда я ему звоню, он наберет трубку или у него выключится. Я говорю, привет тебе большой. Все нормально». Слезы и переживания Жени заметил Кирилл и решил поддержать девушку. «Кому ты дал 11 баллов?» «11 баллов я дал Жене». «Мне кажется, у Жени прекрасное будущее на этом шоу, она прекрасно готовит, с ней приятно работать». «Хорошо, здорово!» «Я Женю хотел поддержать, да, потому что она очень добрая, она скромная, чем мог, тем ей помогут». «Единственная, в ком я сейчас вот уверена на сегодняшний, ну, это с начала проекта, вот Кирилл, да, действительно». Очень быстро дружеское внимание переросло в обоюдную симпатию. Изображая влюбленную пару на ужине, Жене и Кириллу даже не пришлось играть роли. «Моя девушка заказала сначала, она просто хочет сначала десерт». «И чай, а он?» «Все нормально, выдохни». «Симпатию Кириллу, да, я почувствовала с момента, когда мы встали на кухню. И держусь за него, вообще просто ужас какой-то. И поэтому вот Кирилл сейчас, да, мне стал ближе, наверное, чем мой муж». «Они там в обнимочку сидят, там какие-то обнимашечки, в доме какие-то там терочки. Не так, как все странно происходит. Я как бы тоже не могу понять, что происходит». «У нас с Кириллом взаимная симпатия, хорошие дружеские отношения. Ну, может, чуть-чуть больше, чем дружеские. Мне нравится, да, он там посмотрит». Почувствовав доверие Жени, Кирилл старался поддерживать ранимую девушку во всем. «Женька, конечно, опять там перепуталась, запуталась. Но я видел, как девчонкам было очень тяжело. Но они справлялись, и вместе у нас все получилось. У меня такое впечатление, что обязательно кто-то должен взять меня под крыло, чтобы помогать мне». Очень быстро Кирилл и Женя перестали скрывать свои чувства от остальных участников реальной кухни. Почти на каждом голосовании они отдавали свои голоса друг за друга. «Так, лучшая Женя. Объяснять ничего не буду». «Почему, почему?» «Что?» «Объясни». «Я все объяснила». «Да я ничего объяснять не буду». «Ну, это же хорошо, когда женщина нравится. Это правильно, это так должно быть». «Лучшая по итогам этой недели Женя». Женя проявила себя прекрасно в зале. «Один из баллов я дала Кириллу». «Один из баллов?» «Потому что он профессионал». «Но лучшая Женя. Женя мне пару раз помогла, за это ей спасибо». «Лучшим хочу назвать Кирилла, потому что я считаю, что вчера его забанили неправильно». «Ну, я думаю, Кирилл и Женя, они друг за другом голосуют и держатся. Ну, это их право. Как бы Жене потом не пришлось кусать локти. Если человек влюбится, будет очень тяжело. «Тема здесь, меня мужик тебя ревнует, кстати». «Да, да». «Ой, говорит, что это за мальчик?» «Ой, тоже». «Когда проект закончится, конечно, через несколько недель, я вернусь домой. И буду, наверное, решать свои личные проблемы какие-то, которые у меня есть. Я сейчас не хочу об этом думать». В какой-то момент стало казаться, что Кирилл немного устал от Жениного внимания. «У нас прекрасные отношения, которые я хочу ставить на этом уровне. У меня много друзей, девчонок, и это не значит что-либо больше». А она втюрилась как дура, понимаете? А ему пофигу вообще. Он за проект выйдет, он ее забудет. И все. «Она зря, конечно. Я же, когда на проект мы шли, меня спрашивали, как вы относитесь к романам на работе. Я сказал, что я категорически простую, потому что ничего хорошего я никогда не получил». «Ой, после вашего проекта все разведутся, вообще никто домой не вернется. Это ужас. Как можно было такое замутить вообще?» Видя несерьезность намерений Кирилла, Женя решил пофлиртовать с Андро. «Белочка, давай я тебя почищу, твои перышки. Это так прекрасно, да, когда мы сейчас сражены за женщиной? Ты находишься? А? С Андро заигрывает со всеми. И все это замечают. Поэтому ничего удивительного нет в том, что он со мной заигрывает. Да, он не заигрывает со мной, просто он со всеми пытается чего-то там. «А тебе гороскоп-то понравился на этой неделе?» «Ну, написано, что надо пахать». «Пахать?» «Пахать». «Ну, видимо, доля твоя такая пахать». «Да, лошади пашут». «Конечно, таких выберем себе посудомбойщик, друзья». «Ой, а так и как ты выберешься вообще?» «Я? Я в отличие от него. Могу тебя удовлетворить». «Да нет, спасибо, не надо». «Я думаю, что уже пора быть что-то уже новое, обновить, освежить. Нет? Ну, сквантри сама». Сандра подошел со своими вопросами дурацкими. Но он, конечно, тоже без головы совершенно иногда бывает. Что-нибудь такое, глупости какие-то несет. Женя и Кирилл – это какая-то связь. Если я ее спрашиваю откровенно, она говорит, что у нее мужчины есть за проектом. И тут получается, что они на виду как бы крутят, мутят что-то. Ревность – проверенное оружие. И вот уже Кирилл дает Жене новые надежды. Представь, что он нашей дочке 7 лет. Что бы ты ни было. Дать ей в стакан. Это будет тема. Я не понимаю. Смотри, а ты кого бы хотела? Девочку или мальчика? Мальчика. Сколько мальчиков? Не знаю, я не думал об этом. Что там меня решили затянуть? Что бы не смотрели? Не дай бог. Кажется. Смотри, что я края. Да куда ты бежишь-то? С днем рождения. Та-та-та-та-та. Мы хоровод водим. Кирилл и Женя практически с первых дней вместе. Женя как девушкой проявила слабость, примкнула к более сильному плечу. Как на ее первый взгляд это показалось. Пусть вдвоем посмотрим. Влюбленная Женя впала в настоящую зависимость от Кирилла. Я с Кириллом согласна, Александр. Мне нечего говорить, он все сказал. Жень, ну вот всегда так. Ты все, вот последние несколько дней, ну множество дней, ну я вот просто тебе со стороны скажу, ты вот совсем соглашаешься с Кириллом. Скажи от себя что-нибудь свое скажи. Верните Кириллу на кухню. Его место на кухне, не в зале, не на мойке. И когда он сегодня встал туда, я думаю, что все заметили разницу между вчерашним, позавчерашним, там и двум-двухнедельным меню и тем, что сегодня отдавалось. Блюда выглядели красиво, понимаете. Я не знаю, почему другие этого не замечают. Когда я говорю об этом, начинают все обижаться. Я ее прекрасно понимаю, она хочет мне помочь. Она видит мое место на кухне, но она слишком рьяно за меня борется. Вот этого делать не надо. В день рождения Кирилла Арам сделал ему шикарный подарок. Романтический ужин для двоих в одном из своих ресторанов. Никого не удивило, что своей спутницей именинник выбрал Женю. Было праздничное настроение. В общем, мы отдыхали, сидели, разговаривали. Кириллу просто такой какой-нибудь подарок, я так понимаю, не подаришь. Брелок, пояс, что там, матрешку. Даже я не знаю, вот подарю внимание. Да, женское, да. Сегодняшняя встреча с бывшей пассией Кирилла заставила Женю всерьез задуматься об отношениях. Время покажет дальше, как будет просто. А сейчас не нервироваться и раздражаться или что-то предпринимать. Из-за того, что у него есть бывшая девушка, которую любит еще до сих пор. Ну, это, ну, не в моих силах, понимаете. Я не могу здесь ничего сделать, и поэтому бегать там, как-то краснеть или там еще что-то делать. Выносить кому-то мозг или там нервничать, истерить. Я не буду, я не такой человек, я так не делаю. Между тем, работа на реальной кухне не ждет. Сегодня в должность управляющего вступила Татьяна. И ей уже не терпится начать подготовку к ужину. Ребята, добрый день. Добрый день. На этой неделе я буду вашей управляющей. Поскольку у нас меняется концепция полностью, у нас ресторан будет перепрофилироваться в русскую кухню. Я к русской кухне очень хорошо отношусь. Блин, эти ризоты, вот эти все пасты, уже в кишках сидят. Поэтому я на кухне сегодня хочу видеть шеф-поваром Аню. Я считаю, что каждый участник имеет право побыть шеф-поваром. Для меня это не как вот другим дают, а они, о, все, я шеф-повар вообще, все, это предел мечтаний. Су-шефом Кирилла Валера будет отвечать за десерты. Яна снизошла к разуму и вернула на кухню. Я себя почувствовал опять полноценным. Макс будет тоже на кухне, на закусках. Пусть сами разгребаются, а я побуду обычным поваром. А завтра мы уже поймем, какая ситуация на кухне. Может быть, что-то изменим, может быть, что-то новое введем. Жень, тебя я попрошу сегодня быть старшей по залу. Я сегодня оказалась в зале, что для меня, в принципе, не нового уже. Я просто очень на тебя надеюсь и рассчитываю. И, Саш, тебя в зал тоже. Олеся будет работать на баре. Сандро, сегодня, поскольку будет много посуды и, соответственно, нужна мужская сила, никого из девочек я на этом месте, кроме тебя, не вижу. СМЕХ Мне очень не понравилось то, что Татьяна меня поставила в очередной раз на мойку. Я не знаю, я с ней сколько ни общался, я всегда ее пытаюсь поддерживать. Почему-то она этого не замечает. Шеф-повар Аня, переодевайтесь и ко мне в кабинет. Хорошо. Татьяна, Татьяна. А кто у нас? Метро. Ты будешь, да? Я буду встречать гостей, я буду провожать, сожжать за столики. Конфликтную ситуацию решать буду тоже с ними. Ну, смотри, конфликт, если я могу его сам решить. Конечно, конечно. Попытайтесь сами найти контакт с гостями. Архиз – вкусная горная вода, действительно природного происхождения. Ну, давай, шесть. А, боже, хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Присаживайся. Давай еще раз пройдемся по меню сегодняшнему, чтобы это меню мы могли распечатать. Я думаю, что это должен быть жульен. Строганой мы определились. Язык с соусом из хрена. Все, это еда. Вот эти всякие пасты, вот это, ну, он уже не нравится, уже вот пусть здесь вот уже сидит. Как ты думаешь, кто сейчас с самой проблемой из участников, кто раздувает конфликты коллектива? Ну, вообще, Сандра, Сандра, даже с вами с мехом он уже всех провоцирует. Если что, я думаю, мы его можем отстранить вообще от работы. Как бы ты к нему ни относилась, относись к нему как к полноценному сотруднику. После разговора с шеф-поваром Татьяна отправилась на кухню инспектировать блюда. Утренняя встреча Кирилла с бывшей девушкой натолкнула ребят на двусмысленный разговор. Слушай, а измены были, вот честно, у тебя, Валер, 12 лет все-таки? Всякое бывает в супружеской жизни, я же тебе говорю, если трудятся два человека, то все получится. А если начинает один трудиться, один лениться, то это проигрыш изначально. А ты, Макс, как считаешь? Мне вообще мерещатся кругом одни диверсанты. Коллектив – это та же семья. Как человек в семье себя ведет, мне кажется, так и на работе. Сколько у нас времени осталось? Ну, осталось минут 20-30. А-а-а, добрый вечер. Ребята, все в зал. Ну что, хоть немножко добавил вам настроение в сегодняшний похоже? Еще как, на позитиве. Чем лучше вы будете делать вечера, тем больше всяких развлечений я буду для вас. Ребят, хочу уточнить, как готовность у поваров. Отлично. Все, 5 минут мы открываемся. Хочу дать напутственные слова, чтобы все работали единой, сплоченной командой, без всяких пререканий на взаимопонимание и поддержки. Роль управляющей Татьяне явно по душе. Она с удовольствием встречает первых гостей на реальной кухне. Вас будет трое. Да, трое. Я сейчас вас приведу. У нас сегодня в ресторане представлена русская кухня. Вас будет обслуживать Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Шеф, а что у нас посудомойщик в холодильниках в порядке наводит? Так надо? Я его попросила, да, прибраться. Понятно. Добро пожаловать в нашу ресторанную реальную кухню. Кстати, я ваш поклонник. Мой поклонник? Да. Пришел специалист у вас. Да. Саша решил проявить инициативу и угостить ягодами самую маленькую гостью ресторана. Смотри, короче, там маленькая, красивая девочка. Да, ты что? Можем ей инициативу ягоды? Конечно. Напитки я принесу сейчас. Меня зовут Александр. Сегодня я буду вашим элитантом. Здравствуйте, Александр. Позвольте. Здравствуйте. Спасибо. Чувствую, день сегодня будет жаркий. Да. Дам, а может быть я помимо закусок возьму у вас еще остальных? Мамер-пелекона. Мне становится жарко. Чересчур отвлекали меня от работы. Они могли быть более держанными. Попробуйте наш жульен. Я думаю, вам очень понравится. Маш жульен. Мой жульен. Хорошо, давайте попробуем мой жульен. Можно просто без строганов? А 18 есть? Тогда можно. Впрочем, без строганов Кириллу сегодня явно не удался. Без строганов отдаются как? Тарелки съедаются? Без строганов не весь съедается. Потом эти, тартар ваш из языка не весь съедают, и блины остаются. Нарезка без строганов, это вообще там шпалы какие-то. Это какой-то раз без строганов, это там, я не знаю, там кусищи такие были. Человек, который учился в одной же лучшую школу в мире, может порезать мясо много. Обновленное меню от Татьяны не имело большого успеха у гостей. А что-нибудь другое есть? У вас печенье какие-то? Печенья у нас, к сожалению, нет. А что есть? Яблоко. Яблоко? Это как будто бы, да, ложеное. А, нет, у нас есть печеное яблоко и блинчики. Маленькие ассорциальные. Приношу вам свои извинения, но именно сегодня у нас такой концепт и такое меню. Саша в роли официанта пользовался сегодня особой популярностью у девушек. Спасибо. Ха. Смотрите, пожалуйста. Ну, просто фотографируйте, ну что? В данный момент я свободна, и я пришла вот именно в это заведение в надежде, что Александр действительно в будущем может быть станет твоим парнем. Выбежайте. Я вам сейчас подогнал. Все, честно. Спасибо. Спасибо. Саша, на самом деле, он такой вообще тактильный парень. На самом деле, он всех пытается обнять, кого-то на ушко шепнуть. Просто невероятно позитивный человек. Он просто действительно излучает из себя исключительно положительные эмоции. Там Татьяна... Теплая, смотри. Спасибо, что есть. Как вам мужик удержать, а? Что там? Я там к Сашке девчонки пришли, фоткаются с ней, представляю. А у нее, она еще без левчика, поймала, что такое, эти штучки у нее такие сиськи. А что кому-то... Чего, а кому-то... А кому-то ничего. Чего. Чего-чего. Девушки как девушки. Весна на них так действует, видимо. Инициатива, как известно, наказуема. Самоуправство Саши Татьяне категорически не понравилось. Ягоды ты кому-то выносил? Да. Зачем? Детям. Смотри, она маленькая какая. Со мной вы делаете? Я спросил у шеф-повара. Там маленькая, красивая девочка. Да точно. Мы можем ей миску ягод дать? Конечно. Да, управляющая. Ну, Тань, прости, я спросил у шеф-повара. Что еще у них такое? Она без троганов была. Ягоды у нас есть. А как они здесь хотели? Это не совсем было лояльно к гостям зала, поскольку кому-то он их предложил, а кто-то за столом, кому он не предложил, увидели и тоже захотели. А в нем у нас их не было. К официантам сегодня пристальное внимание. У Жени тоже объявился поклонник из зала. Я на вас смотрю уже давно-давно. Я не маньяк никакой. Я не слежу ничего такого. Я просто хочу с вами пообщаться, поближе познакомиться. Я бы хотел предложить буквально 10 минут уйдеть меня и прийти сюда. Знаете, я должна спросить у администратора, получится ли, сможет ли она отпустить меня и разрешить ее. Да, если это возможно. В принципе, я ничего плохого в этом не увидела. С одной стороны, единственное, что официантам нельзя сидеть, на самом деле, общаться с гостями во время работы. Молодой человек просит, чтобы я с ним посидела. Я не могу? Нет. Да. 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 Я не могу, я так позволю. Ну, пожалуйста. Я просто ради нее здесь пришел сюда. В любое время после работы она сможет вам это делать. Ну, а я... Можно я за каждые 10 минут, за каждую минуту я заплачу по тысяче рублей? Высокая, наверное, цена, конечно, но это такое все-таки оскорбительное все равно предложение. И хорошо, что это было не Сандро, а Татьяна. Вот. И она вступилась за мою честь и сказала, девочки, не продаются. Мы своих официантов не продаем. Это была совершенно иначе, иная ситуация, чем то, что было с Олесей. Меня никто не трогал. Ко мне вообще не прикасались. Макс, у меня там парень лапает, но уже слепает мне. Я сейчас позову, она вам минуту делит. Жень! Пусть подойдет Кирилл и скажет, здравствуйте, это моя супруга, что вы хотели? Я, конечно, с удовольствием, с привлеким удовольствием подошел к этому молодому человеку. Я объяснил, что у нас не такого плана заведения. Кирилл и Евгения, и Мушашин. Вы вместе, да. Поэтому, может быть, не совсем уместно приглашать нашу Женю за столик? Я же не приглашаю, все домой. Приглашаю за столик. Нет, извините, но у нас ресторан, в котором у меня не оказывается, как я сегодня. Все, спасибо. Неприятно, что в этой щекотливой ситуации рядом со мной оказался Кирилл, он меня защищал. Но он как-то некорректно себя повел. Можно было сегодня настроить веселье в зале. Грустно? Тебя что-то напрягает? Нет, о чем-то напрягает. Все окей? Просто говорить не хочешь? Нет, почему? Просто времени нет. О чем-то ждать? Все хорошо? Все хорошо. Сегодня вечером сядем и поговорим, если ты хочешь поговорить. Женька такой человек, она не все будет рассказывать, даже у меня, что происходит у нее внутри. Когда или нет? Давай вечером поболтаем. Что ты говорила прямо, ты себя думаешь? Вечером, а сейчас что-то? Я не хочу вечером, мне нечего болтать, сейчас хочу. Думаю, наверное, хотел оправдаться за то, что вот пусть произошло днем, или как-то объяснить, что вот может быть и мне. Думал, наверное, что я ревнуюсь. Ну ладно, давай, удачи тебе, мы так болеем, кто тебя. Давай, ты молодец. Да ничего особенного, ничего такого-то, ничего страшного. Ну что, может быть, ничего такого. Ну на тебя просто, блин, опять лица целы, ну что? Переживаешь, что ли? Ну, немножко, да. Все сложно. Ладно, не переживай, страшно. Пока Кирилл не уверен, да, в чем-то, я повлиять на его мнение не могу никак, и поэтому устраивать истерики я не буду. Женя, я еще раз прошу прощения, такое ощущение, у меня приняли здесь за маньяк, как будто я вам предлагаю пересплатить. Вам еще раз огромное спасибо от меня. Не предплатьте, не играетесь. До свидания. До свидания. Она мне просто нравилась как участница, и я вообще не хотел ничего плохого, не хотел никаких там интриг. Я просто хотел с ней поговорить, пообщаться по-людски, как человек с человеком. Ребят, ресторан закрыт. Ну как сегодня? Супер. Кто тебе нравился, кто меня? Кирилл, он не слушает. Вот без троганов, по-своему сделал. Все, вот жилье, он даже грибы, видать, не промыл, поэтому угорчили. Без троганов я резал крупно, не наперекор, а не совершенно, просто так получилось. Резалось, как резалось. Сегодня, на самом деле, не мой день. Вы, наверное, никогда не работали в настоящем ресторане, где есть иерархия, где есть начальник, которому ты должен подчиняться. Нравится тебе это или нет? Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у нас первый ужин в стиле русской кухни. Я хотел бы от вас услышать, что понравилось гостям, что не понравилось гостям. И если у кого-то есть какое-то яркое предложение, и вы их нам тоже коротко скажете. Начнем с вас, Максим. Сегодня на кухне была отличная обстановка. Мне все понравилось, кроме одного нюанса, то, что у нас была проблема с недоваренным языком. Язык же готов у нас? Он резиновый. Он не готов. Недоваренный. Ну вот, Кирилл, да, потому что он его не доварил, мне и проследила Аня. У меня есть предложение по русской кухне. Если все согласны, я могу завтра там мастер-класс какой-нибудь сделать. Сделай, пожалуйста. Я, честно говоря, обожаю вареный язык. Сандро. Возвращался язык. Бестроганов возвращался. Блинчики вообще все почти возвращались. Саша. Тут сидела две женщины и девочка маленькая. Я вынес ей миску клубники и 800 рублей за 800 рублей продал. Это понятное дело, Саша. Нет, я просто говорю, что ягоды тоже нужны. Соседний стол, да, заказал три порции у меня этих ягод. И мы, да и они обиделись потом, что мы им не смогли. Вот смотрите, я вам хочу на будущее сказать, если не дай бог окажется, что такого же нет, или так же не сделают, начинаются смертельные обиды. Что ты сидел вот за этим столом, что я не сидел, стоял над ними? Че, свой день сегодня будет жаркий? Нет, ну я нормально на самом деле, Арам Михайлович. У тебя есть проблема с женщинами, меня завернут. У меня нет проблем с женщинами, Сандро. Женя. Единственная была проблема, что гость хотел зазвать к себе за столик, а сказал Тане, что я посижу с ним за 5000 рублей в минуту. Выгонять сразу за ресторан, что это вообще немыслимое, ведь? Кирилл. Это вот Татьяна вроде волновалась, но все было нормально, по порядку, размеренно. Аня, как шеф-повар сегодняшнего дня. Я переживала, что не успеем что-то сделать. Ну, успели. Ладно, молодцы, Олеся. Кирюх, вот если бы ты немножко прислушивался, язык, возможно, сегодня получился бы. Потому что когда он еще лежал в кастрюле непорезанной, я подошла и попробовала его, сказал, ребят, язык сырой. Потом, когда уже дошло это до Ани, до всех остальных, было поздно что-то менять. Я специально разрезывал пополам, показал, смотри, он не сырой. Ну, Олеся, она, видимо, осталась при своем мнении и ушла. Да, все неплохо, но пока немножко скучновато. Я вот в течение двух-трех последних дней костингую людей. Если я кого-то найду хорошего, то я вам перца подкину сюда. А этот человек не будет претендовать на выигрыш? Если найдется человек, который, не обладая вашей форой с точки зрения уже знаний, опыта, сволочизма, сучизма, и он сумеет вас сожрать, то я с удовольствием вам дам первую премию. Я все сказал. Желаю вам, чтобы все сегодня ночью прошло хорошо, без скандала. И завтра я увидел хороший, уже вкусный русский ужин. Всех целую, до завтра. На завтрашний день я оставляю своим решением шеф-поваром Анну. В принципе, все молодцы. Единственное, Саша, очень попрошу тебя не доедать с тарелок гостей. Сегодня мы с Анной попробовали жульен, я не доедал. Татьяны не было в тот момент, был только Валера. Это уже не первый раз. Если раньше я ему прощал, то сейчас у меня уже, ну, вижу, что у человека просто это уже образ жизни. Поэтому он нашла коса на камере. Я всех вас отпускаю. Спасибо за... И вам спасибо, был чудесный день. Всем переодеваться и на голосование. На реальной кухне пришло время подвести итоги первого дня правления Тани. Еще раз добрый вечер, ребят. Добрый вечер. Итак, мы сегодня заработали с вами 164 тысячи рублей. Арам Михайлович аннулировал все предыдущие штрафы на сумму 65 тысяч рублей. Они вернулись к нам, в нашу копилку. А общая сумма выручки составляет на сегодняшний день 2 миллиона 125 тысяч 800 рублей. Мы молодцы. Все хорошо постарались. Ребят, так как в пятницу мне придется принимать сложное решение, кого выгонять, двоих человек. Поэтому я хочу, чтобы на протяжении недели вы каждый высказывали свое мнение. Кто лучший, а кто худший работник. Валер, начинай. Ты первый. Сегодня все было здорово. Все были на своих местах, отлажено. Но, тем не менее, хочу отдать свой плюс за вкусный лимонад. Респект. И в конце дня тоже здорово, что так 4 бокала сразу подняло нашу кассу на денег. Минус хочу Сане отдать. Потому что был замечен в поедании, выпивании чужих напитков. Я хоть налил себе напиток, и он, вижу, пьет уже из моих напитков. У него эпидемия какая-то. Меня это возмутило. Мне было неприятно, потому что... Ну, ты ему это озвучил. Конечно. То есть у вас понимание все-таки возьмело. У нас, да. Не, он все понял, слава богу. Валера Редиско. Сандро, если можно, лаконично и покороче. Не хочется мне стоять на мойке. Ну, это ладно, это ерунда все. Поддерживаю тебя, Танюш. Спасибо. Лучшая Татьяна. Татьяне роль управляющей не подходит. Ей бы лучше быть на кухне, заниматься кондитеркой, печеньками, тортиками. Вот это и я. Не знаю, наверное, худший Кирилл. А с чем это связано? Да не так сегодня он смотрел на меня. А, то есть это какое-то личное... Да. Хорошо, я тебя услышала. Спасибо. Саша? День сегодня был отличный. Мне с дамами понравилось. Лучше сегодня Женя. Широко улыбалась. Молодец. Вообще помогала мне сегодня. А худший Валера. Ну, это вот с этими лимонадами. Ну, я, честно, не со зла. Просто пить хотела. Мы тебя хулили. Алис, ты? Сань, ты худший. Если, допустим, два косяка, да, как сегодня, и в зале, и на кухне, вот, то я уже буду отталкиваться от симпатии к человеку личной. Лучший ты, Татьяна, первый день прошел. Круто, молодец. Наверное, единственный человек, под чьим управлением мне так комфортно работать. Аню. Лучшая сегодня, Татьяна, респект и уважуха за доверие мне. Худший сегодня, ну, я думаю, любому руководителю будет неприятно, когда через его голову кто-то прыгает. Да, Саш? Смотри, короче, а там маленькая, красивая девочка. Да ты чё? Мы можем ей низкую ягод дать? Конечно. Какого лешего Анна полезла с комментариями там про голову управляющего? Я же к ней подходился с этой ягодой, допустим, да, вот для маленькой девочки. Был такой момент, когда я к вам до работы подошел, сказал, если есть ситуация, которую я могу решить сам, я могу это сделать? Смотри, конфликт, если я могу его сам решить? Конечно, конечно. Попытайтесь сами найти контакт с гостем. Но это не та ситуация, Саша. Да, сегодня лучше назову Сандро, потому что он сегодня старался, видно было, себя реабилитировать. Вот, разобрал, в порядок там привел холодильники. Вот, худшим назову Сашку, ну потому что у меня на глазах, там он пробовал этот несчастный жульен, но можно было из этого из кастрюли попробовать. Давайте теперь вот с сегодняшнего дня примем с тарелок недоедаем. Да я не доедал! Татьяна это как вот, как президент какой-нибудь страны, которого выдвинули олигархи, чтобы решать свои вопросы. Я попробовал! Нет, речь не идет о том, что он доедал, речь идет о том, что он попробовал. Пропробовать, доедать. Это большая разница. Это неприлично, некультурно, это понижает наш уровень. Хотел договорить, на самом деле, просто реально день меня сегодня ушатал. Мне не понравилось очень, что сегодня вот эта ситуация произошла. Какая девушка на него там вешалась, эти цветы. А вот иначе тебе, мы так болеем, кто-то, да, молодец. Спасибо. Давай. Сегодня сумасшедший день какой-то вообще. Женя очень плохо на это все отреагировала. Я видел, что она очень расстроилась. Только из-за этого я против проголосов. Просто она его и целовала, там и обнимала. Ну, слушай, многим с бывшими сохраняются очень дружеские отношения. Нет, ну так нельзя себя вести. Ну, в любом случае, личная-личная работа, не сработает. В следующий раз я у Сандрос спрошу, как-нибудь себя вести там. Жень. Лучший, ну, ты следующий. Лучшая Тань, ты сегодня бесспорно. Она для меня лучший менеджер, который был за все это время. Худшего не знаю я, кого назвать, честно говоря. Да гаси, что там. Санди, тебя назову. Эй, даже не удивился. Максим. Худший Кирюха. Ну, из-за языка, который он заставил меня нарезать на тартар. Ничего личного. Лучшая сегодня Ання. Многоуважаемый шеф, с которым я сегодня работал. Маню сегодня было не слышно на кухне. Так, ну, несколько раз она что-то спрашивала и все. Всем спасибо за высказанное мнение. Со своей стороны я оценю лучшего сотрудника, это Аню. На самом деле тяжелая была функция возложена полностью изменить меню и принять его. Аня справилась. Были какие-то недочеты, но это все в доработке можно исправить. Ну, худшим, Саш, тебя. Не знаю, воспринят ли он критику сегодняшнюю на голосование. Ну, я думаю, он сделает вывод. По крайней мере, в рамках проекта, да. И по итогам голосования, лучшая на сегодняшний день я денежки достаются мне. Большинство ребят проголосовали за меня как лучшего сотрудника дня. Я думаю, что это о многом говорит. А худший Саша Ерин спасибо всем большое. Всем хорошего вечера. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас продолжается неделя русской кухни. С ума сойти. Сказала моя, сбыва я. Аня у нас на ложках. Сандро или Сандра, или Сандро, как хотите. Я расскажу позже, как я хочу. Сейчас я представлю вам нового участника Телепроекта «Реальная кухня»